Это программа «Невредные заметки». Здравствуйте, друзья! Вы смотрите тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Тема сегодняшнего выпуска – транспортные дорожные истории. Итак, начнем листать наш журнал. Небольшая заметка о темпах передвижения в стародавние времена. К примеру, в наши дни путь из Петербурга в Москву на самолете занимает всего полтора часа. На скоростном поезде – четыре, а на личном автомобиле – в среднем часов 9-10. А вот во времена Александра Радищева, написавшего знаменитый роман «Путешествие из Петербурга в Москву», для этого требовалась неделя. И то при условии, что погода будет хорошей, дожди не будут идти, и, следовательно, дороги не раскиснут. И опять же таки, неделя – это при условии наличия на почтовых станциях свежих лошадей. Даже царские особы, тот же Александр I, добирались в Москву на свою коронацию целую неделю. Приведу вам несколько интересных фактов о скорости передвижения в былые времена. 34 дня скакал из Москвы в Екатеринбург фельдъегерь с донесением о смерти императрицы Екатерины Великой и восшествии на престол Павла I. Еще раз повторяю – 34 дня. Можете себе представить, сколько же тогда добирались до Тюмени и Тобольска. И, что забавно, весь этот месяц, пока курьер вез бумагу, екатеринбуржцы продолжали жить при матушке Екатерине. В церквах служили службы за ее здоровье, чиновники слали в столицу свои отчеты, а мещане отправляли жалобы на этих чиновников. Кстати, о жалобах. Однажды жители затерянного в бескрайней сибирской тайге Братского острога послали в столицу Челобитную на своего начальника. Дескать, и ворует он, и всячески жителей притесняет. Это донесение с берегов Ангары до Москвы шло больше года. Дело было в 17 веке. Тогда вообще никаких дорог от Урала до Байкала не было. И хорошо, если из такой чудовищной дали гонец вообще доезжал живой. Опасно было в пути. Многочисленные реки, непроходимые леса, дикие звери, суровый климат и лихие люди. И никаких постоялых дворов и почтовых станций. Так вот, целый год, значит, добиралась Челобитная о плохом начальнике. Но это еще ничего. Это еще очень даже быстро. Я бы даже сказал, молниеносно. А вот когда на смену проворовавшемуся чиновнику отправился его сменщик с обозом и солдатами, то они добирались до братского острога, внимание, два с лишним года. Потому что в пути они пережидали то половодие, то ледоход, то распутницу, то морозы, а то и метели. Знаете, в чем мораль сей истории? Она в том, что когда вы будете перемещаться на своем автомобиле на большие расстояния, или начнете психовать и материться в пробках, то вспоминайте о темпах передвижения в старину. И вам непременно станет легче. Вопрос. Как 200-300 лет назад перемещались простые люди в черте больших городов? Извозчиками, тройками, кэбами, каретами и личными экипажами пользовались только лишь те, кто мог себе это финансово позволить. Дворяне, вельможи, чиновники и богатые купцы. А вот рабочие, ремесленники, мелкое купечество и небогатые разночинцы топали по городам пешком. Истаптывание подошв и каблуков прекратилось после появления первого общественного транспорта под названием «омнибус». С древней латыни это слово переводится как «всем». Ну, в том смысле, что «всем доступно». «Омнибус» – это прадедушка современного автобуса и трамвая. Это вместительная многоместная карета, которую по определенному маршруту возили лошади. Впервые в России «омнибус» появился на улицах Петербурга в 1847 году. Первые экипажи могли перевозить до 16 человек. Но со временем, когда этот транспорт обрел популярность, на крышах карет начали сооружать второй этаж. И тогда пассажировместимость увеличилась до 40 человек. Вот прямо как в наши дни в современных маршрутках. Так же, как и в наших маршрутках в часы пик, в старинных «омнибусах» было тесно и неудобно. Поэтому наш остроумный народ придумал большой карете забавное прозвище – «40 мучеников». 40 мучеников мучились за сравнительно небольшую плату. Проезд по городу Петербургу стоил всего 10 копеек. Кстати, еще одно забавное слово из городского фольклора. Второй этаж у «омнибуса» петербуржцы назвали «империалом». «Империал» – это очень величественное, слишком пафосное название для простой деревянной скамьи, установленной на крыше. Также весьма интересен тот факт, что первое время женщин на «империал» не пускали. Причина кроется вовсе не в дискриминации, а в заботе о слабом поле. Просто во время подъема на второй этаж у дам могли сверкнуть нижние юбки, а это считалось весьма неприличным. Кстати, про «империал» и «императора». Есть одна любопытная история о петербургском «омнибусе» и поездке на нем государя-императора Николая Первого. Восторженные отзывы горожан о приятной поездке по Невскому проспекту стали известны самодержству сиросийскому. И он решил лично убедиться в удобстве общественного маршрута. В окружении нескольких лиц из своей свиты Николай Первый втиснулся в «омнибус». Там было тесно, но, сами понимаете, для русского царя место нашлось. Поездка прошла в приятной и непринужденной обстановке. Но ее испортил излишний принципиальный кондуктор. Он подошел к императору и попросил заплатить за проезд гривенник – 10 копеек. Тут я сделаю небольшое отступление. Попробую спроецировать эту ситуацию на наше время. Вот, предположим, гуляет такой Владимир Владимирович Путин по Невскому проспекту. В окружении малочисленной охраны. Ну, человек 100 всего. Все прилегающие улицы перекрыты. На крышах удобно лежат снайперы. На люках канализации стоят внушительного веса полицейские. В небе висят вертолеты. Люди в штатском под видом продавцов мороженого пытаются продавать мороженое. А тут бац – автобус удобный до Зимнего дворца. Чего бы на нем и не проехать. Ну, Владимир Владимирович протиснулся в него и вместе с простым народом поехал до Дворцовой площади. В салоне шутки-прибаутки, веселье, короче. Ну, ведь не каждый же день такие пассажиры ездят. Над головой бодро гудят вертолеты. Рядом с автобусом бегут продавцы мороженого и делают вид, что никуда не торопятся. И тут к президенту подходит наглый такой кондуктор и требует оплатить проезд. Представили себе такую ситуацию? Вот что-то в ней не то. Нереальная она какая-то. Вот. А 170 лет назад к императору Николаю Первому подошел кондуктор и говорит «Ваше Величество, позвольте получить гривенек за проезд». Николай Павлович оказался в затруднительном положении. У него не было с собой денег вообще. Не царское-то дело кошелек с мелочью в кармане таскать. Никто из его свиты не решился заплатить за царя или хотя бы тихонько передать свой кошелек государю. И Николай пообещал кондуктору обязательно оплатить свой проезд завтра. На следующий день в контору городских дилижансов прибыл царский камерлакей, который доставил 10 копеек долга с приложением 25 рублей чаевых для кондуктора. Я просто уверен, что тот кондуктор на радостях опился чаем. Давно хотел рассказать вам одну личную историю про неудачливого автомобильного самоубийцу. У вас есть несколько минут свободного времени? Ну тогда слушайте. У моего дорогого и глубоко уважаемого тестя Владимира Александровича была шикарная машина. Старенькая 240-я Вольво. Очень удачная модель, доложу я вам. Надежная, комфортная, вместительная и устойчивая на дороге. Я ее всегда сравнивал с морским линкором. Величественным, бронированным, неторопливым и внушающим уважением. И вдруг однажды у этого линкора обнаружилась течь в машинном отделении. Треснула и потекла головка блока цилиндров. Тассол из нее стал поступать в сам двигатель и линкор пришлось ставить на прикол. Так сказать, к причальной стенке на стоянку. Позвонил мне тесть с севера в Петербург и рассказ об этой неприятности начал издалека. С вопроса. Послушай, а ведь Швеция от вас там недалеко? Недалеко, говорю, рядышком практически. Через Балтику напрямик шесть сотен верст будет. Но сразу предупреждаю, на веслах туда грести тяжеловато. Еще немного пошутили и посмеялись на тему зимнего пешего перехода по льду Финского залива. И Владимир Саныч поведал о своей автомобильной проблеме. Попросил раздобыть головку блока, ведь в Питере это сделать гораздо проще, чем в Сибири у Полярного круга. И назвал сумму, которую готов выделить на покупку. 200 вечно зеленых американских бумажек. Я согласился. И первое место, куда я направился, был шикарный автосалон на Шкиперском протоке Васильевского острова. Это было главное представительство шведского концерна в Петербурге. И я был просто уверен, что у них там этих головок ну просто завалить. Приехал, надул щеки и стал важно прогуливаться мимо блестящих достижений скандинавского автопрома. Вы знаете, очень приятно было изображать из себя респектабельного обладателя Вольво. Пусть даже и старенькой 240 модели. Встретили меня там как родного. Сдули пылинки, предложили чаю кофе. И я в очередной раз возгордился, что имею хоть какое-то отношение к Вольво. Пусть даже и к треснувшей головке блока. Спросил у тамошних менеджеров, не завалялась ли она у них на складе. Нет, говорят, не завалялась, но специально для вас мы привезем из Швеции. Пошуршали каталогами, поклацали кнопками клавиатур, позвонили куда надо и огорошили меня ценой и сроками. 2000 баксов и один месяц на доставку. Я еле сдержался, чтобы не крякнуть от досады. Ведь в те годы за 2000 долларов можно было купить поддержанные Жигули в неплохом состоянии. Но нужно было держать марку важного владельца представительской Вольво. И прежде чем дать вежливый отказ, я вальяжно спросил. Простите, а 2000 долларов это за головку в сборе с валом, клапанами и пружинами или просто за болванку? Они страшно обиделись на слово болванка и ответили, что это цена только одного корпуса. Без всяких клапанов, пружин и кулачков. Я тогда подумал, что Вольво это таки дорогая марка, но не настолько же, чтобы за небольшой кусок силумина отдавать такие деньжищи. Но слух этого не сказал, пообещал поразмыслить на досуге и непременно заглянуть после принятия решения. Откланялся и вышел. После посещения фешенебельного салона я стал звонить по телефонам менее навороченных. И даже заглянул на несколько авторынков. И везде мне называли примерно одинаковые цены и сроки. 2000 баксов и месяц ожидания. Мои размышления на тему, да что вы тут все сговорились что ли, прервал пожилой торговец авторынка. Сынок говорит, что ты мучаешься, отыщи разборку старых автомобилей и там все себе найдешь. Хм, я так и сделал. Обнаружил в газете объявление о существовании разборки с ласковым названием «Свалочка-разборочка» через дефис. Позвонил туда и спросил, нет ли у них случайно 240-й Вольвы. Есть, говорят, поступило только что. Вот прямо сейчас бумаги оформили. Приезжайте быстрее, пока хозяин не передумал и не забрал ее обратно. И как-то странно захихихали. Я ноги в руки и через полчаса уже был у них. Зашел на территорию и прямо у входа обнаружил брата-близнеца линкора моего тестя. И цвет такой же, и салон из той же ткани. Единственное, что их отличало, так это три незначительные поломки у питерского собрата. Первая. У него был вогнут вовнутрь передний бампер. Ну, видать, это был след от удара в столб. Вторая поломка. Радиатор тоже был поврежден, он был немного смят. И, судя по всему, от того же столкновения. А вот третье повреждение бросалось в глаза больше всего. И даже наводило ужас. Это был след на лобовом стекле от удара. Причем удара не снаружи, а изнутри, со стороны водителя. Удар был такой силы, что стекло выгнулось наружу и пошло трещинами по всей площади. Не нужно было обладать особыми дедуктивными способностями, чтобы понять. Это из-за того, что непристегнутый водитель вылетел из машины и своей головой вышиб стекло. Зашел я в вагончик с написанной от руки прямо на стене надписью «Офис» и спросил цену головки блока цилиндра у «Вольвы» с выбитым стеклом. И во второй раз по этому поводу сильно удивился. Цена была такая. Если сам буду крутить гайки, то в 100 баксов. А если доверюсь профи, то 200. Вот тут я уже не стал сдерживать эмоции. Крякнул, хэкнул и даже восторженно заматерился. От полноты чувств. Потому как между 100 долларами и двумя тысячами, сами понимаете, лежит пропасть глубиною в 1900. Причем сотня – это была цена заголовка в сборе с валом, клапанами, пружинами, кулачками и прочими железяками. В этот момент в красивом автосалоне на Шкиперском протоке внезапно загорелись щеки и зачесались уши сразу у нескольких менеджеров. Это я вспоминал их не злым, тихим словом. Естественно, я согласился самостоятельно заняться разборкой. Открыл капот машины, склонился над двигателем и стал откручивать болты головки блока цилиндров. Они располагались очень удобно. Вот прямо сверху их было всего 10 штук. Крутил я и занимался арифметикой. 100 долларов за работу по их откручиванию разделить на 10 болтов – это получается 10 баксов за болт. За 10 минут работы по сегодняшнему курсу больше 6 тысяч рублей. Неплохо! Может быть, не тем я в этой жизни занимаюсь? Может, стоит переквалифицироваться в автослесаре? А теперь, дорогие зрители, кто мне скажет, какая была тема этой заметки, заявленная в самом ее начале? Признай, что я так увлекся рассказом, что и сам позабыл. Шутка. Конечно же, я помню. Тема была жуткая – про самоубийство. И какая тогда связь между суицидом и всем тем, что я тут вам наговорил? И при чем тут головка блока цилиндров? А при том, чтобы создать драматургическую интригу? Чтобы вам было понятно, какой я длительный путь проделал, какую сложную работу произвел в поисках нужной запчасти. И на какой неожиданный финал нарвался я на той разборке. Пока я крутил болты, владельцы и слесари свалочки-разборочки вышли на свежий воздух. Наблюдали за моей работой и давали советы по правильному кручению. И тут я спросил, а что за авария такая с машинкой произошла? И почему вы хихикали, когда подписывали бумаги о купле-продаже с ее владельцем? То, что они рассказали, было одновременно и смешно, и страшно. Это называется и смех, и грех. У бывшего хозяина Вольво не заладилась жизнь. Бизнес прогорел, а долгов и кредитов было полно. Часть денег был должен бандитам, а с этими парнями шутки плохи. Жена от него в этот сложный жизненный период ушла к другому. Дочка загуляла, а сын бросил институт. Квартиру за долги стали требовать братки-тамбовцы. Короче, полный цуцванг. И тогда решил мужик покончить со своей поганой жизнью. Как это обычно делают люди? Аристократы принимают яд. Офицеры стреляются. Рабочие вешаются, крестьяне топятся. Разорившиеся офисные работники прыгают с небоскребов. А наш герой жил в Петербурге. Он был коренным ленинградцем-петербуржцем. И поэтому решил уйти из жизни красиво. По-питерски. Он решил разогнаться на машине и утонуть вместе с ней в Неве. Для храбрости выпил залпом бутылку коньяка. Закурил последнюю сигарету. Пока дымил, коньяк добрался до мозга и ударил там под центром координации. Поэтому, когда мужик надавил на газ и погнал свою машину в последний путь, то немного не рассчитал. Промахнулся. Вольва не пробила красивую ажурную решетку ограждения реки Невы. Она попала аккурат в центр гранитного столба. Русский гранит и шведская сталь столкнулись, как и сотни лет назад, при битвах у Нарвы, Нейншанса и Шлиссельбурга. Победил русский гранит. А сталь под ним прогнулась. Непристегнутый водитель резко ушел вперед и головой выбил лобовое стекло. Этот неожиданный удар судьбы тонко намекнул мужику, что кончать самоубийством тяжкий грех. И он передумал это делать. А вот на продукцию шведского автопрома сильно обиделся и решил ее продать. Приехал на первую встречную им разборку, на благу халтом коньяком, кинул ключи и документы на стол, сказал забереть эту дрянь, подписал документы, забрал деньги и перед самым уходом рассказал персоналу свою душащипательную историю. И в этот самый момент я как раз и позвонил со своим вопросом о наличии головки блока. Потому мужики тогда и засмеялись. Когда услышанная мною история подошла к концу, то я обнаружил, что стою как статуя, замер с гаечным ключом в руках. На что мне мужики сказали, ты крути, крути, крути шустрее, пока хозяин не проспался, не передумал и не вернулся за своей машинкой. Что я и сделал. А какой-то шутник-весельчак задал мне каверзный вопрос. Не страшно будет ездить с головкой от самоубийцы? Никаких предрассудков по этому поводу не имеешь? Я пробручал что-то невнятное и, признаюсь честно, очень долго мучился этим вопросом. Ровно до тех пор, пока не убедился, что новая головка блока цилиндров на старой машине тестя никаких неприятностей ему не приносит и никаких бед не навлекает. Он с ней проездил еще много лет с той поры, а потом продал свой линкор одному любителю автомобильной старины. Это была программа «Невредные заметки». Тележурнал интересных, удивительных, познавательных и смешных историй. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин